Последние 500 лет это место называется Зарядьем. Нынешние его границы проходят по улице Варварке, Китайгородскому проезду и Москве-реке. От Кремля Зарядье отделено Васильевским спуском. Когда-то границы и названия этого района были другими. Изначально оно называлось Подолом, поскольку располагалось на пологом склоне у Москвы-реки. Для русских средневековых городов это традиционный прикрепостной поселок, где жили в основном торговцы и ремесленники. Преобладание речной торговли в то время определило особое значение Подола. Здесь находилась главная торговая пристань города, соединявшаяся с Кремлем широкой мощенной улицей с характерным названием Великая. Иными словами, в XII-XV веках Подол такая же необходимая часть города, как и Кремль, но противопоставленная ему, как пологая низменность Крутому холму, как открытая местность Укрепленному детинцу и как торговый район Княжеской резиденции. В XV веке торговый центр города из Подола перемещается вверх, туда, где позже появятся верхние торговые ряды и гостиный двор. Великая улица теряет свое значение, и главной торговой артерией становится Варварка, идущая по бровке холма от Спасских ворот Кремля. Меняется и население Подола. На какое-то время он становится местом жительства знати. Здесь появляются каменные церкви, палаты богатых купцов и бояр. Некоторые постройки сохранились до нашего времени, как, например, дом бояр Романовых, единственное здание, оставшееся от усадьбы, где по преданию родился первый царь династии Михаил Федорович. Рядом старый английский двор, в котором с середины XVI века жили английские послы и купцы. Важной вехой местной истории становится строительство в 1538 году каменной Китай-городской стены. Эта стена, отгородившая бывший Подолот реки, стала границей района с юга и с востока на несколько последующих веков. Северной границей была Варварка, а западной – торговые ряды, располагавшиеся на месте нынешней Красной площади, и спускавшиеся вниз к реке. Именно они и дали новое имя этому месту. С XVI века за ним надолго закрепляется название «Зарядье». В XVII веке начинается постепенный упадок района. Здесь теперь живут не бояре, а кремлевские церковнослужители и разный приказной люд. Иными словами, те, кто обеспечивает функционирование Кремля как религиозного и административного центра. Особенно резкий контраст. Эти два места представляли собой в конце XIX – начале XX века, когда «Зарядье» окончательно превратилось в задворки процветающего Китай-города. В путеводителях того времени оно предстает мрачным и грязным миром трущоб с ветхими домами и узкими улочками, густонаселенным самыми мелкими мастеровыми, торговцами и разными представителями социального дна. По словам очевидца, само «Зарядье» – как то улицы, переулки, дома и квартиры – было грязно до неузнаваемости и пропитано ужасным воздухом. Надо было иметь большую привычку, чтобы пробыть в «Заряде» хоть час. Улицы и переулки тесные, народ какой-то обдерганный, даже жутко становилось. Бывало, вырвавшись оттуда, радостно вздохнешь свежим воздухом. В 1918 году Москва вновь становится столицей, и правительство нового государства размещается в Кремле. В 30-е годы город активно перестраивается. В плане генеральной реконструкции Москвы 35-го года изменения на месте бывшего подола оговариваются особо. Высокий холмистый берег «Зарядье» освободить от мелких построек с сооружением на этом участке монументального здания Дома промышленности с оформлением сходов к реке. Начиная с 1929 года проводится целый ряд конкурсов на застройку этой территории. В разное время здесь планируется возвести Дом промышленности, Дом народного комиссариата тяжелой промышленности, Второй дом Совнаркома, Министерство госбезопасности. Однако вне зависимости от предназначения будущего здания речь идет всегда о неком колоссальном сооружении. В конкурсе 1940 года побеждает проект братьев Весниных. В «Заряде» даже начинают расчищать площадку под строительство и сносят часть домов. Из-за войны работы останавливаются, но уже в 1947 году стройка возобновляется. В 1947 году здесь начинают возводить высотное здание по проекту архитектора Дмитрия Чичулина. 32-этажный дом предполагается расположить на площади в 15 гектар. Он состоит из массивной нижней части и башни, которая поднимется на высоту 275 метров. Выше в Москве будет только Дворец Советов, который разместится с другой стороны Кремля. После войны «Заряде» вплоть до середины 60-х годов остается жилым и густонаселенным, как и весь московский центр. По бытовым условиям и уровню жизни оно мало отличается от других частей Москвы. Строительство гостиницы радикально преображает облик района. Жилая застройка «Заряде» рушится, и жители переезжают в новостройки. Гостиницу «Россия» начинают строить в 1964 году. Она возводится по проекту Дмитрия Чичулина, автора «Зарядевской высотки». Силуэт гостиницы дает представление о масштабах нижней части непостроенного высотного здания, тогда как башня России насчитывает только 21 этаж вместо 32 планировавшихся ранее. Гостиница предназначается для размещения депутатов, приезжающих в Москву на съезды. Она рассчитана на 6000 человек и имеет уникальный по тем временам концертный зал. Здесь многие годы проходят грандиозные концерты и московские кинофестивали. В гостинице размещаются эфирные студии международных телекомпаний. На долгие годы вид из окна России на Кремль становится привычным задником многих новостных телепередач. В цокольной части здания размещается кинотеатр «Зарядье», впервые фиксирующий древнее название района.